Из интервью Владимира Буковского Леониду Владимирову, BBC, 30 марта 1995 года. Я, например, считал, что замечательно, у меня будет замечательный процесс, меня принесут на носилках в зал суда, а я скажу, что я не буду говорить, пока мне не дадут адвоката, моего любимого Дину Исаковну Каминскую. И буду им подавать письменно, заготовлю себе 20-30 письменных заявлений о вызове адвоката Каминской, буду каждые 5 минут подавать листочек в суд с просьбой приобщить к делу. И не произнесу ни слова, я заявил, что, ну, раз вы мне не даете адвоката, это нарушение статьи процессуального кодекса такой-то, такой-то, нарушение моего права на защиту, я объявляю голодовку. У меня, надо сказать, что они очень, как бы, отнеслись болезненно к моей голодовке. Им нужно было, им очень хотелось меня сломать, а сломать не получалось. И вот они меня, я никогда не забуду, кормили через ноздрюлю. Леонид Владимирович, это очень больно, шланг толстый, наконечник металлический. Они меня приводили в санчасть Лефортова и, простите за сравнение Христа, распинали на этом топчине и совали это самое, шланг. А у меня нос поврежден, я в детстве боксом занимался, он у меня немножко смещён, и этот шланг не лезет. Хрящи рвутся, кровь пузырями, дышать нечем. Я задыхаюсь, а двинуться не могу, когда задыхаешься, хочешь хоть подняться, а подняться нельзя, я привязан к топчине. И вот там 12 дней каждый день настолько, что взмолились надзиратели, которые меня привязывали и при этом присутствовали. Было воскресенье, как сейчас помню, и два надзирателя пристали к врачихе Лефортовской и говорят, да ты что делаешь? Сегодня воскресенье, пусть отдохнёт, что ты делаешь? На это смотреть на всё нельзя, сколько же это можно делать? Она в слёзы. А я это не сделаю, меня тоже посадят. Что же это я буду делать? Мне приходится делать. Вот такой диалог над моим распростёртым телом. Голодовка была исключительно тяжёлой. Вот как Салавату Юлаеву, я говорю, мне рвали ноздри каждый день. Но они сдались. Прибежал Илюхин, вот этот самый, который теперь большой законник у российской власти, в её, значит, мудрой думе, прибежал, значит, прикидывает, что он ничего не знает. Вот, знаете, я тут шёл мимо, мне говорят голодающие, что же это такое? А я не знал, а я не знал. Знаете, это адвокат, который заведует, значит, надзирает за связь с КГБ, он не знал. Ну, что ж такое вы голодаете? Не сошёл свет клином на Дине Каминской? Дина Каминская, хороший адвокат. Мы с ней сидели в одном суде. Знаете, кто где сидел и с кем. Да, но есть же другие. Я говорю, да, правильно, есть. Есть ещё Калистратова. Дайте мне Калистратова, я согласен. Ну, что ж, ну, не Каминская Калистратова. Ну, зачем же так строго? Вот Калистратова, есть же ещё другие адвокаты. Я говорю, есть ещё Швейский. А Швейский вот только что, значит, лишили всего, потому что он защищал Амалика. И я это знал. Знал от жены Амалика и так далее. Андрюшу уже арестовали до меня, я видел весь процесс и так далее. Вот, я знал, что его вообще не только выгнали, но его собираются вообще исключить из-за дозакатуры, за защиту. Я говорю, ну, есть ещё Швейский. И вот мы с ним, наверное, часа полтора, с этим самым Илюхиным, припирались между этими тремя фигурами. Каминская, Калистратова, Швейский. Каминская, Калистратова. Крутились, крутились. Я говорю, как хотите, а иначе я пойду, ну, пусть дальше рвут ноздри. Что ж... Ну, что ж, сказал он под конец. Пусть будет Швейский. Он, по крайней мере, был член партии и уже... Вот примерно такой был разговор с этим великим законником Государственной Думы. И после этого, да, мне дали адвоката Швейского. Я снял голодовку. Адвокат Швейский на суде через месяц после этого разговора, в январе 1972 года заявил, что он считает меня невиновным. Это вот то, что советская власть никак не могла допустить, чтобы хоть какой-то юрист, неважно какой, неважно по каким мотивам, признал кого-то из нас невиновным. Обычно они только говорили... Ну, как помните, на этих, на больших процессах, они присоединялись к прокуратуре. Мы просили смягчить вину. Да, это жуткий преступник, страшный, мне тяжело его защищать. Но я адвокат, я обязан сказать. Что вот советская гуманность требует, чтобы... Да, да, да. Вот тезис. А вот у них первые, у правозащитника, вот эти первые адвокаты, вот кого он назвал, Володя Калистратова, Швейский, Каминская, еще Золотухин. Золотухин, он, кстати, депутат Думы теперь. Он депутат Думы сейчас, да? Вот они... Вот они там селёхины. Снимали лёд. Они говорили, нет, возражаю, мой подзащитный невиновен. Да, да. Им никак не могли допустить. Да, история была ведь замечательная. Тот ответ из адвокатуры московской, за подписью тогдашнего председателя адвокатуры Апраксина, о том, что Дина Каминская не может быть допущена к моему делу адвокатом, потому что у неё нет допуска к секретному делу производству. Из дела КГБ потом изъяло. Потому что вообще упоминать о допуске к секретному делу производству было нельзя, ибо вся идея допуска была секретной. Это была замечательная вещь. И когда я потом писал в своих жалобах, ссылаясь на незаконность допусков, мне с ледяным взглядом, говорю, никаких допусков нет. Сама секретность секретна. Из интервью Владимира Буковского Филиппа Бубьеру. Июнь 1995 года. Априр мне сказал, что когда-то вы сказали, что невозможно найти ни того, которое совсем не разрушимо. Наверное, да. Я не знаю, сказал ли я так категорично. Может быть, я сказал не так категорично. Я не могу говорить о всех людях. Я не видел всех людей. Это очень трудно говорить. Но в общем, в большинстве случаев, наверное, так. Потому что есть варианты, которыми пользовались, когда родственники становились заложниками. Трудно судить мне. У меня так не было. Но я не могу судить того, у кого так было, и он не выдержал. Когда скажем, дети. Его дети, жизнь его детей. Или он сделает то, что им гадит, и вот его дети погибнут. Нужно решиться на гибель твоих детей. Понимаешь, что ты их, в общем, убиваешь. Замечательная фраза у Солженицына в этом. Вот, вот, ботался к целену вздувы, да? А вот, где он говорит, что мы давно уже поняли, что в такой ситуации мы пожертвуем детей. Это очень не слабое решение. Те, кто никогда не жил в такой ситуации, вряд ли поймут. Другие даже осудят. Скажут, вот какая жестокость, вот куда-сюда, да? Как-то так можно. На самом деле, это, в общем, это, наверное, неизбежно. Ты должен решить или так, или туда не лезть. Если у тебя есть дети, ты должен знать, что рано или поздно они будут тебя шаткалировать. Так ли, сяк ли. И дойти, конечно, может до вопроса жизни и смерти. Значит, если ты считаешь, что ты не можешь этого сделать, лучше не заводить детей. Потому что это неизбежная ситуация. Она обязательно будет. Да? Вот. Какое количество людей этого не выдержит, сказать трудно. Правда? Это, в общем, редкий человек, который согласится на гидры детей. Смитка. Вот вам одна ситуация. Ситуаций очень много. Они же были очень опытные люди. Они очень хорошие были психологи. Они искали ко всем ключ. Довольно умело находили. Ну, я не скажу 100%. Далеко не 100%. Но, в общем, довольно успешно. Довольно успешно. Они находили у людей всякие слабости у человека. Одни счеславные. То есть, можно сыграть, наверное, у других. Там слишком самолюбивые. Значит, унижение. Вот они не выдерживают. Они все правы. Вопрос души. Философская категория души. Душа это... Своя душа проявляется при твоем выборе. Так нам говорит философский. Что верно? Разница наша между предметом, вот нами и предметом, состоит в том, что предмет сам по своей воле не может ничего сделать. А мы делаем что-то по своей воле. Вот как только ты отказываешься от своей воли, от своего выбора, ты перестаешь быть человеком. Но это ровно то, что хотела сделать систему с каждым из нас. Она хотела нас превратить в предметы. То есть, отнять у нас что? Душу. Наш выбор. Заметьте, те, кто вам сейчас объясняют, почему они пошли с этой системой, повторяют всегда, не понимая, что они говорят, повторяют одну и ту же фразу. У нас не было выбора. А какой выбор? Не было выбора. Неправда. Выбор всегда был. Всегда есть выбор. Я вот тебе задаю, в любой ситуации у человека всегда есть выбор. Другое дело, что он неприятный. То есть, цена, которую ты платил за этот выбор, непропорционально высока. Это другой разговор. Но выбор всегда есть. И сказавший себе однажды, что у меня нет выбора, и потому я делаю так, он перестает быть человеком. И это ощущение, что ты уже не человек, а вещь, оно очень деструктивно. Оно тебя разрушает, как личность. Так что, конечно, это в терминах теологических вполне объяснимая вещь. Так, империя зла, это зла, которая меняет человека в камне, в материю. Да, оно его делает предметом. Дело же не в том, что оно заставляет его делать злые вещи. Это само собой. Это как бы один из возможных вариантов. Да, это результат. Да, результат был один из возможных результатов. Быть может, ты и не будешь делать никакого самого себя. Да, да. Но ты перестаешь быть человеком, ты перестаешься чьим-то инструментом. Вот что, ты теряешь, так сказать, свой собственный контроль над самим собой. Ты больше не хозяин самого себя. Это очень важный момент. И как только человек перестает быть хозяином себя, вот он начинает разрушаться с примитивом.